Своя головная боль у чиновников Пентагона. США решили проверить, на что военные тратят миллиарды из госбюджета. Аудит обнаружил шокирующие факты. Дмитрий Одновченко об арифметике с девятью нулями. Бюджет Пентагона почти 700 миллиардов долларов. Чтобы разобраться, как военное ведомство тратит эту астрономическую сумму, и начали масштабный аудит, который стране миллиард долларов будет стоить. Ведь одновременно задействуют 1200 проверяющих. Для инспекции командируют сотрудников крупнейших аудиторских компаний мира. Первые же результаты проверки вызвали переполох. Потому что выяснилось, одно только управление тыла Минобороны. Расходы на 100 миллионов долларов задокументировало очень небрежно. А куда дели еще 800 миллионов, вообще отчитаться не могут. Управление тыла, здесь его называют Defense Logistics Agency, каждый год тратит 40 миллиардов на снабжение армии, ВВС и флота. Тут закупают все. От запчастей к самолетам и танкам, до лекарств, еды и носков. 25 тысяч сотрудников каждый день оформляют 100 тысяч заказов для разных подразделений. Казалось бы, все должно как часы работать, но в прессу попали отчеты аудиторов. И выяснилось. Профинансировали строительство объектов для армии, но вообще нет документов, на что тыловики полмиллиарда долларов потратили. А из расходов на текущие проекты не могут пояснить, куда почти 400 миллионов дели. И заметьте, это ведь только верхушка айсберга. Предварительные выводы проверки по одному только управлению американского министерства обороны. А, к примеру, до проверок закупок военной техники у аудиторов руки вообще пока что не дошли. Да и вряд ли после сегодняшней утечки их выводы вообще станут достоянием прессы. Даже если материалы проверки в итоге затребует Конгресс, а многие сенаторы возмущены растратами, слушания явно будут закрытыми. Ведь если в Штатах и есть структура, которой страна должна гордиться, и поэтому критиковать ее вообще не принято, так это военное ведомство. Шума не допустят. Пусть даже оно и не досчиталось. Сумм с девятью нулями. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.